До майских праздников осталось меньше недели, а основной фронт работы еще впереди. Потому главной темой очередного аппаратного совещания стала подготовка к празднованию Дня Весны и Труда и 9 мая. Помимо этого, к разряду важных отнесли и сообщение санитарного врача Амара Бочараева о вспышке гепатита А в соседнем Караблокенском районе. Что же касается запланированных пунктов, свой доклад представил главный инженер водоканала Багаудин Азизов. Главу городского округа Магомеда Абдулаева интересовала, какая работа проводится с автомобильными мойками, расположенными в городе. Докладчик отметил, что на сегодняшний день в Каспийске 30 таких организаций. По словам Багаудина Азизова, все они зарегистрированы и работают на законных основаниях. Однако о возможности сэкономить воду и использовать ресурс после очистки еще несколько раз никто не задумывается, подчеркнул специалист. Многие из них стоят счетчики воды на автомойках. Хочу сказать, что ни одной автомойки нет оборотного водоснабжения. Что такое водоводство? Автомойка на сегодняшний день моет машины прямой с водопровода. Они должны воду, которую моют машину, пропустить через их сооружение, аксельники, фильтры и вторично использовать эту воду. В этом направлении необходимо провести серьезную работу, о ходе которой доложите дополнительно, дал распоряжение Магомед Абдулаев. Затронули и проблему муниципального унитарного предприятия. Из-за износа водопроводных сетей наблюдаются частые аварии. Помимо этого не завершено строительство насосной станции. Еще одна немаловажная загвоздка в работе – задолженности населения, подчеркнул Багаудин Азизов. На сегодняшний день уже и лучшие сборы идут, но есть очень большие проблемы по сборам. Мы сейчас набрали новых контролеров, поменяли. Входят, технику выделяем, чтобы отключение делать. Народ все равно лапит, вообще тяжело. Стараемся делать, работаем. Долги есть на население, большие. Далее коснулись темы подготовки к празднованию майских мероприятий. Все работы идут по утвержденному плану и непосредственно к дате завершаться, доложили руководители ответственных служб. Важную информацию представил главный санитарный врач Амара Бачараев, который сообщил о вспышке гепатита А в селении Доргили соседнего Карабдахенского района. Необходимо быть бдительными и заранее обезопасить себя от заражения, ведь простая гигиена может сыграть решающую роль, подчеркнул специалист. Сегодня 10 случаев, а завтра может 100. Вот дербенте, январь-февраль месяц, короче, у нас до 200 ходило это. А он как передается? Это через грязные руки. Пищевой и водный путь передачи заболеваний. Если так медицински выразиться, феканно-оранный путь. Грязь через рот. Поэтому очень большая просьба соблюдать, потому что поражение печени идет. И большой контингент, дети начинают заражаться, обычно от горизонтных коллективов. С докладом о чрезвычайных происшествиях выступил начальник управления по делам ГО и ЧС Шахбангасанов, сообщивший, что происшествие по городу не зарегистрировано, однако были внеплановые отключения электричества и воды. Было у нас отключение федер-12, это где, значит, общество, заря, рассвет, там 10 часов 49 было восстановлено подача электроэнергии. У нас одна авария в районе кирпичного полуорота, один человек доставлен, и он в средней части находится в больнице. О кремногенной обстановке присутствовавшем рассказал заместитель начальника ОВД Магомен Аси Халилов. На сегодняшний день ситуация по городу остается стабильной, но по республике зафиксированы факты посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также проведена успешная спецоперация. Это по Карабахкенскому району у нас 22-го, 23-50 около лесного массива сотрудниками правоохранительных органов при попытке остановить автомашину в районе Камри из салона был открыт огонь. Жертв пострадавших среди сотрудников нет, ответ на огонь преступник был убит. 24-го, 5-го утра поселка селения Новый Параул Корабахкенского района с сотрудниками правоохранительных органов при проведении развода для поискового мероприятия одноэтажного строения для временного проживания заблокированы члены НВР. Обсудив вопросы повестки дня и раздав указания, аппаратное совещание объявили закрытым. Заера Гамзатова, Шамиль Гусейнов, Новости Каспий-ТВ.